Какие коллеги присутствуют рядом со мной в студии? Остановлюсь на словах Сергея Петровича Боткина, ведущего терапевта XIX века, который отмечал, что кожа – это зеркало организма. Если задуматься, то кожа – это самый большой орган, самый большой иммунный орган, барьерный орган и психосоматический орган. Что нервная система, что кожа происходит из одного ростка, и всё, что происходит у нас в организме, всё так или иначе находит отражение на коже. Сами мы, будучи векопитающими, жизнь свою получаем из утробы матери, из воды мы выходим. И, конечно, для кожи, для её целостности важно соблюдение гомеостаза, равновесия, так как потеря воды приводит к возникновению достаточно серьёзных проблем. И проникновению аллергенов, и микроорганизмов. И важно, конечно же, даже если не говорить о той противоопухолевой терапии, которую получают наши пациенты, сухость кожи – это достаточно серьёзная проблема даже здоровых людей, не сталкивающихся с онкологическим заболеванием. И здесь, безусловно, профилактика инфекции – это применение увлажняющих средств, которые приводят к удержанию воды. Это, безусловно, защитная функция, и улучшается текстура, уменьшается шелушение, покраснение. Если говорить о лечении сухости кожи, то, безусловно, разработаны стандартные рекомендации. Ну, вот буквально несколько слов, что необходимо применение смягчающих средств, которые наносятся на кожу кистей, стоп, кожу туловища. Для лечения инфицированных трещин применяются мази с антибиотиками в качестве местного антисептика и репаранта тканей. Но могу сразу сказать, конечно же, самолечением мы не занимаемся. Все, любое назначение лекарственных препаратов, так или иначе, нужно согласовывать с лечащим доктором. При трещинах возможно применение солициловой кислоты, 50% пропиленгликолем. При сухости роговицы используются глазные капли, согласно инструкции. И при выраженном зуде, опять-таки по назначению лечащего врача, мы можем использовать бетаметазон. Лечение паранихий, тех проблем, которые возникают у нас в области ногтевых фаланг. Здесь, опять-таки, назначения существуют, они согласовываются с лечащими врачами. Но чаще всего мы нашим пациентам в таких ситуациях назначаем это септики, хлоргексидин, эритромициновую мазь, системные антибиотики тетрациклинового ряда, эритромицинового ряда, доксициклин, азитромицин. Если доктора назначают данные препараты, то, конечно же, их пугаться не нужно. Кроме того, может рекомендоваться назначение местных антисептических растворов, в частности, хлоргексидина или местных кремов с антибиотиками, гидрокортизоновая мазь и ряд других препаратов. Если сейчас отойти немного от иммунотерапии, иммунотерапия – это совершенно особый вид лечения. И осложнения, которые возникают, безусловно, первым делом, если возникают такие осложнения, они должны согласовываться с лечащими докторами. Светлана Антольевна, Алексей Викторович подчеркивали, что необходима постоянная связь с лечащим доктором. И осложнения, которые возникают, они должны лечиться в специализированных стационарах. Но если наши пациенты получают таргетную терапию, а таргетная терапия подразделяется на моноклональные антитела или же применение таблетированных препаратов малых молекул, то здесь часто также могут возникать кожные осложнения, в частности, кожная сыпь. При назначении ингибиторов тириозинкинас, это, соответственно, такая частота, ну, практически у каждого второго пациента могут возникать осложнения кожные. Когда могут возникать, например, акне подобное или же пустулезная сыпь? Как правило, это всё возникает, сыпь, другими словами, может возникать первые 2-3 недели. Первые 2-3 недели. Какие общие рекомендации пациента, получающие терапию таблетированными препаратами, таргетную терапию таблетированными препаратами? Конечно же, прежде всего, использование солнцезащитных средств. Мы рекомендуем ограничивать пребывание на солнце, нанесение увлажняющих и солнцезащитных кремов на кожу, на лицо, на руки, на ноги, шею, спину, грудь. Безусловно, одеваем головные уборы. Необходимо избегать травм, контакта с агрессивными реагентами. Ну, вообще, очень хорошо, что у нас появляются посудомоечные агрегаты. И если мы собираемся использовать это и мыть посуду, не забываем про необходимость надевать перчатки. По возможности исключаем макияж и обрезной маникюр. На что еще хотелось бы сказать, что бритье не противопоказано, но все-таки электробритвы не рекомендуется. Рекомендуется носить свободную и удобную обувь, использовать хлопчато-бумажное белье. Вот те рекомендации, о которых мы сейчас говорим, они представлены на сайте Русско, на сайте для пациентов. Мы стараемся давать памятку, в которой это все подробно освещается, особенно если пациенты получают препараты, которые таблетированы особенно, или моноклональные антитела, например, при колоректальном раке, когда достаточно высока частота возникновения такой вот кожной токсичности, или же когда пациенты получают таблетированные препараты по поводу рака легкого. Ну и рекомендуется ограничивать вводные процедуры, и при третьей-четвертой степени токсичности необходима консультация, как мы называем, ассоциированного дерматолога с последующим динамическим наблюдением. Но любые проявления, которые возникают на коже, и интенсивность их нарастает, конечно же, нужно согласовывать прежде всего с онкологом, а дальше уже заниматься тем или иным выполнением рекомендаций. В соответствии с официальными рекомендациями, в случае выраженной токсичности третьей-четвертой степени, которую определяют лечащие доктора, при кожной токсичности терапии моноклональными телами, такими как понитумумаб и цедоксимаб, это препараты, которые вводятся внутривенно, капельно, следует приостановить введение препаратов, пока степень выраженности не уменьшится до первой-второй степени. Однако данный алгоритм может приводить к необоснованной частоте отмены препарата. Опять-таки здесь все согласовывается с лечащими врачами. Перерыв терапии показан, если на фоне адекватного лечения кожных реакций сохраняются выраженные клинически значимые симптомы. Таким образом выглядят осложнения, как со стороны кожи, со стороны ногтей, со стороны волос. И может наблюдаться усиленный рост волос. Мы можем рекомендовать использовать крем для удаления волос на лице или лазерную эпиляцию. Ну и осложнение, которое может возникать на фоне применения таргетной терапии, например, при меланоме, это фотосенсибилизация. Она может быть спровоцирована и ожидаемым побочным осложнением. Из большей доли вероятности проявляется веждекожно-воспалительная реакция разной степени токсичности возникает под воздействием солнечных лучей на лице, на декольте, области декольте, тыльной стороне ладони и любых открытых участках кожи. Поэтому, конечно же, еще раз мы подчеркиваем, что важно максимальная изоляция кожных покровов, открытых участков тела. Подразделяются, соответственно, два вида реакции. Это фотоаллергическая реакция и фототоксическая реакция. Фотосенсибилизация. Как же, если мы говорим для пациентов, что же, вот еще раз обращаем внимание, как же избежать проблем? Прежде всего, защищать кожу одеждой, а глаза солнцезащитными очками. Не забывать о широкополой шляпе. Обязательно наносить солнцезащитные средства с фактором защиты СПФ более 50. На открытые участки кожи, лица, тыльную часть рук. Отдавать предпочтение солнцезащитным кремам. Мы чаще рекомендуем аптечную косметику. Наносить их необходимо на все открытые участки тела, включая шею и тыльную сторону ладоней. Крайне важно повторять нанесение кремов каждые 2 часа. Это всегда носить с собой при себе тюбик солнцезащитного средства. Основные требования, предъявляемые к светозащитным средствам, это высокий уровень защиты СПФ 50 и более, широкий спектр защиты от ультрафиолетов, водостойкость, устойчивость к действию пота, стабильность комплекса фотопротекторов, высочайшая безопасность и переносимость кожи, легкость и удобность нанесений. Чрезвычайно существенным требованием является способность удерживать ультрафиолет в условиях длительного, интенсивного и непрерывного воздействия, что содержится в составе солнцезащитного крема. Непосредственно органические или минеральные компоненты, которые поглощают или отражают ультрафиолетовые лучи для защиты кожи от их воздействия разрушающего. Различные типы ингредиентов, вводимые в формулу средства для создания специфической консистенции. Защита от обезвоженности кожи, успокаивающая, устраняющая воздействие кожи на основе термальной воды, которая сама по себе непосредственно успокаивает и снимает стресс. Что значит СПФ? СПФ мы часто видим на тюбиках солнцезащитных кремов. Это так называемый фактор защиты от солнца, если переводить соответствующую аббревиатуру. И СПФ может быть различного уровня. Если мы говорим об СПФ-50, то, собственно, что мы назначаем? Это практически 98% защиты от солнечного воздействия. Если и ниже СПФ-30, то около 97%, СПФ-15 обеспечивает отражение и уровень защиты 93%. Но мы хотим подчеркнуть, что ни одно средство не обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Какую информацию мы можем увидеть на упаковке солнцезащитных кремов? Могут быть вот такие рисуночки. Для чего нам это нужно знать? Что нас, собственно, люди, и пациентов, и не пациентов, предупреждают, что не находиться на солнце во время его максимальной активности в течение дня, не подвергать детей и младенцев воздействию прямых солнечных лучей, используя для защиты одежду, для достижения необходимого уровня защитной, указанного индексом СПФ, необходимо наносить на кожу 2 мг на сантиметр квадратный солнцезащитного средства. Как обеспечить себе защиту? Опять-таки здесь все подробно мы рассказываем. Со всеми презентациями, которые представляются в рамках школы пациентов, можно будет ознакомиться на школе на сайте в YouTube НИИ-онкологии, и также в течение месяца на сайте нашего института с момента оповещения о проведении данной школы. Так вот, для создания нужного уровня защиты необходимо наносить достаточное количество солнцезащитного средства. Если тюбик 50 мл, то в среднем 7 доз нажатия на дозатор или количество уменьшающегося на одном пальце руки наносится на лицо и шею взрослого человека. Если тюбик 100 мл, то, как правило, это количество уменьшающегося на одном пальце руки для зон одного и второго пальца. Что еще хотелось бы обратить внимание, что данные средства рекомендуются европейскими и американскими фондами по борьбе с онкологическими заболеваниями кожи. Если мы говорим об американском фонде борьбы с онкологическими заболеваниями кожи, то он был основан в 1979 году. Целями его являлось изучение, предотвращение и ранее диагностирование и лечение рака кожи. И Европейский фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кожи – это тоже эксклюзивный партнер Европейского фонда. АВЕН, косметика, которая здесь представлена, активно с 2013 по 2019, да и сейчас активно сотрудничает с данным фондом. Ну вот, собственно, история солнцезащитных кремов, которые сейчас активно используются, и они протестированы дерматологами, эффективность их доказана. И клинические исследования по защите кожи от повреждений ультрафиолета. Здесь представлена статья в ведущем дерматологическом европейском журнале. Проводились исследования по стабильности клеточных клеток. Методология принималась участие в 40 участников по 6-7 биопсий кожи. Анализировался состав на уровне гистологического исследования. Ну и в целом, хотелось бы сказать, что да, для защиты, ультрафиолетовой эффективной защиты, необходимо, конечно же, использовать косметику, аптечную косметику. Она достаточно широко представлена. Ну и важно, чтобы еще и фактор защиты был 50 и более. И солнцезащитные средства остаются одним из самых надежных и безопасных способов защиты. Применение фотопротекторов во время лечения и после него обязательно, особенно если мы говорим в том числе о применении BRAF-ингибиторов при меланоме с активирующей мутацией. БРАФ, в частности, если говорить о меланоме. И регулярное использование солнцезащитных средств позволит предупредить возникновение нежелательных реакций со стороны кожи во время лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова